Добрый вечер, друзья. Вопрос зачитаю. Меня зовут Сергей, мне 20 лет. Живу в городе Димитровград. В 2015 году получил среднее профессиональное образование по профессии электроавтомеханик. Поступил в институт МИФИ. Ничего себе, народ, да? В МИФИ, на высшее. Месяц проходил, потом перестал из-за того, что, извиняюсь за слово, задолбал военкомат. И пропустил дальнейшие пары. В итоге не допустили к экзаменам. И я забрал документы. Да и профессия, если честно, не нравилась. Так уж сложилось. Теперь про военкомат. Приходил два раза на призыв. Не брали, из-за того, что вес большой. В наше время пью, а с любым весом взяли. Вот, значит, и на зимний призыв 2015 года я пришел, скинув свой вес до нормы. Они опять не взяли. При этом гоняли целые два месяца по больницам, обещая мне, что меня возьмут в армию. А я очень хотел. Так и кормят меня отсрочками, и военный билет тоже не дают. А из-за этого я не могу устроиться на работу. А надо ведь маме и папе помогать. Сидеть на шее в свои 20 стыдно. Были даже такие случаи, что устраивался неофициально, и просто не платили. И теперь главный вопрос, друзья. Главный вопрос. Я могу подать на политическое убежище? Есть ли шанс, что мне его одобрят? Потому что так жить невозможно. Без денег. Я готов рваться в бой и добиваться поставленных целей. Но в России порой не все выходит. Заранее спасибо большое за ответ. Вы моя последняя надежда. Моя, наверное. Если есть такая возможность, объясните мне, что делать в данной ситуации. Ой, друзья. Ну, давайте разбираться. Надо сказать, друзья, что поскольку я вырос в семье военнослужащего, то вот эта фишка армейская, что вот хочешь служить, и тебя не берут, а вот не хочешь, тебя призовут, она как бы в моем сознании всегда присутствовала. Я помню рассказ моего отца, как он... Знаете, а он в армии с сорокового года был. Он добровольцем пошел в сороковом году, чтобы отслужить уже и дальше там учиться пойти там как-то. А тут война началась. Ну, в общем, когда уже вот дивизия, в которой он служил, когда их расформировали, а вы сами понимаете, что по окончании войны, значит, как бы армия сокращалась, так потихонечку, значит, потихонечку сокращалась. Он, правда, что там с ним было? Он закончил офицерское училище, и, то есть, он уже был там, не знаю, кем он там, капитаном. В общем, значит, была дивизия там, представляете, сколько офицеров там военного времени дивизия, и очень многие хотели остаться, служить. То есть, они вообще не представляли себе жизни вне армии, они там плакали, чуть ли не стрелялись, и их всех поувольняли. А из всей дивизии оставили семь человек, не позволили демобилизоваться. Вот мой отец очень хотел демобилизоваться, и ему не позволили, и он после этого еще там, значит, сколько там, 25 лет отслужил в армии. Поэтому такая вот интересная штукенция. Я вспоминаю, как мы заканчивали институт связи. Это был 78-й год. Как раз за годик, за годик до Афганистана. Представляете себе? И вот, значит, у нас был парень из семьи военнослужащих, кстати. Папа у него военный был. У нас был такой паренек, такая, знаете, военная косточка. Очень хотел после институт связи, чтобы его взяли в армию. А у нас таки брали в армию. Вот приходили, там из, это называлось, Московский военный округ, там, значит, приходили и прямо в институте, значит, там, оббревали. Ну, я так, условно. И он очень хотел, так его не взяли. А взяли каких-то ребят, которые, ну, то есть, настолько не хотели. Знаете, все, кто хотел, там, пошли в официантское училище сразу. Ну, нет, ну, вот, и вот их там, значит, там призывали. Я не знаю. Так что, очень интересная такая вот армейская фишка. Хочет человек служить, а его не берут. Ну, я не знаю почему. Может быть, им странно, они думают, как это так? Что же это такое? Человек вроде, понимаешь, похож на нормального, а сам в армию рвется. Значит, что-то с ним не так, думают они. Может быть, я не знаю. Казалось бы, вот, вся система патриотического воспитания молодежи должна была бы, как бы, говорить, что если человек рвется в армию, то нормальный. Как бы наш человек, можно сказать, воспитанник системы. Вот, а у них все наоборот. Мы, конечно, не можем со стороны судить, значит, что произошло, почему такая дефицитная, такая почетная обязанность гражданина Российской Федерации, как служба в вооруженных силах, значит, не дается молодому человеку. Но, я хочу сказать, что, может быть, знаете, как если судьба, как бы, вот так вас уводит от этого, может быть, вам и не надо. Знаете, может быть, надо вот так на знаки судьбы обратить внимание. Может быть, это вообще знак судьбы. Может быть, идея была настолько завиральная, настолько не ваша, что вот как бы все в мире воспротивилось этому. Но, я понимаю так, что здесь проблема-то не только в том, что его не берут в армию, а дело еще в том, что он как-то подвис без военного билета. И тут несколько месяцев он, значит, там как-то оказался вне гражданских прав и свобод. Да, военного билета нет, на работу не берут. Когда работает нелегально, ему, естественно, не платят. А что платить, да, значит, потрясающе. Вот, значит, ну и, соответственно, так надо по совести, надо по закону, значит, с военным билетом устраиваться. А билета нет. Дадут ли ему, значит, политическое убежище в США? Вот и господи, ну не за это. Ему не дадут политического убежище в США за то, что он хотел служить в армии, там, иностранного государства, а его не берут. А его распирают патриотические чувства, и он, может быть, с радостью стоял бы на той установке, про которую говорят, там, хочешь попасть в Америку, поступай в ракетные войска, да? И стоял бы он под козырек, там, возле этой кнопки, там, протирал бы ее периодически. И не берут его, и вот за это ему, значит, политическое убежище. Нет, я как бы не знаю такой статьи. Все-таки, если мы еще раз говорим о политическом убежище, то давайте, так, может быть, очертим. Человеку должно быть опасно находиться там, где он находится. Понимаете? То есть должна быть какая-то угроза. Или ему уже угрожают, или мы можем считать, что есть достаточно оснований полагать, что такая угроза в любой момент может возникнуть, как реальная, в силу каких-то причин. Да, какие бывают причины? А вот начинается, значит, там, религиозная, этническая, там, половая ориентация, как вот из последних, вот, значит, дел. Сексуальная ориентация, потом, что там еще бывает, политические какие-то дела. Вот он, не знаю, не в той партии, допустим, там, а ему угрожают. Ну и так далее. Поэтому, а то, что там в армию не берут, и, например, денег нет. Денег нет, это не категория политического убежища, это категория того, что, ну вот, нет у него денег. В абсолютно любой стране найдутся люди, у которых денег нет. Вот в США, например, полно народу, у которых денег нет. Их там содержат как-то, там, ну, есть система поддержки снизу, там, да. Если у тебя совсем денег нет, тогда тебе даже лучше, чем когда немножко есть. Потому что, когда совсем денег нет, тебе медицин бесплатная, там, талоны на еду дают, футстемпы, вот эти вот, и там, жилье тебе субсидировано. Ну, совсем тебе все хорошо. Вот, поэтому, как начнешь немножко работать, вот тогда начинаешь вот уже платить за что-то. Многие люди из-за этого никогда не начали работать, что на Велфере им как-то так вольготнее было, чем когда начинаешь работать. В общем, нет такой статьи политического убежища вот по этой статье, вот по тому, что в армию не берут. Или, например, денег нет. Поэтому, если мы посмотрим на, вообще, как бы, в чем, собственно, проблема у парня и в каком направлении надо было бы искать решение. Совершенно не факт, что ему зачем-то нужно эмигрировать. То есть, мысль о том, что вот в России его в армию не берут, а в Америке, например, что его в армию возьмут, я не уверен, что его в американскую возьмут. Совершенно не обязательно. Он может точно так же не пройти, там, по физическим каким-то требованиям, или по языку, может быть, там, или еще почему-то. Или, столкнувшись с какими-то трудностями, он скажет, неправильная страна, вот мне в той стране что-то мешало, и в этой стране мне что-то мешает. Но, все-таки, знаете, вот, допустим, там, сто лет назад, там, приходит крестьянин, там, к земскому врачу, и говорит, доктор, у меня вот тут, дайте мне что-нибудь отнутра. Понимаете? Ну, и тут его, может, касторки пропишут, я не знаю. Но мы живем в такое время более изощренное, да, и у нас уже не отнутра, а там смотрят, а что у него там в этом нутре. Вот ему там анализ крови, анализ мочи, анализ кала, значит, там, тут послушали, там, постучали, значит, там, не знаю, еще что-нибудь прочистили, там, посмотрели. Поэтому у нас, на самом деле, сейчас толком нет возможности сделать какую-то диагностику более продвинутую. Вот человек приходит и говорит, скажите, вот, у вас есть жидкость отнутра? Ну, в данном случае, вот, от того, что, вот, как-то денег нет, в армию не берут, военный билет не выдали, и вообще какая-то ерунда получилась. Это бывает, я хочу сказать, что в абсолютно любой стране какое-то количество людей непременно попадает вот в этот ступор. Такой ступор или другой ступор, но ступор существует в любой стране. Я не вижу, честно, вот я слушаю эту историю, история не симпатичная, безусловно. Ему морочат голову, он эмоциональный парень, ему хочется в армию, там, мы не знаем зачем, но хочется. Ну, сказали бы нет и все. Вот, может быть, ему говорили нет, он там начинал на них давить или что-то такое доказывать, и они бы сказали, ну, подожди два месяца, с тем, чтобы он просто отстал от них в данный момент. Может быть, это, я тоже не знаю, почему это произошло, но, во всяком случае, он чего-то хочет, у него не получается, он говорит, тогда поеду в другую страну. Я не увидел, честно, вот, может быть, не надо. Тем более, сейчас он на иждивении у мамы и папы, и, как бы это ни было неприятно, но он на этом иждивении находится на рубли. А представьте себе, что он поедет в Америку, и они его должны будут теперь на доллары содержать. То есть, понятно, что, наверное, он хочет работать и как-то вот, ну, не оставаться на иждивении родителей, но мы же не знаем, как получится. Мы ничего не знаем. Значит, никаких оснований для того, чтобы в Америке работать, зарабатывать, обустраиваться, у него нет. Значит, эти основания надо где-то выискивать. Значит, ну, он может там, я не знаю, там, ну, что там, жениться. Ну, хорошо, он может жениться. Он может, там, обратиться за политическим убежищем. Но он явно сегодня не готов вообще говорить на эту тему. Кроме того, что не то же бы его кто-то притеснял, конечно, но, ну, я не знаю, зачем надо сочинить какую-то историю, вот, если он с этим комфортабельно себя чувствует. Поэтому, а что Америка? Вот, это же не такое место, куда каждый, кто обиделся на кого-то, приехал, и ему сразу все выдали. В частности, вот, разрешение, например, на работу. Да, не знаю. Он, конечно, может, что? Он может приехать в Америку. Я не знаю, без военного билета его пустят, но, значит, он может приехать в Америку на, там, не знаю, пару-тройку месяцев, там, по какой-нибудь туристической визе. Пошабашить где-нибудь, там, по ресторанам, по магазинам, где-нибудь в Нью-Йорке, там, да. Вот, заработать какую-то копеечку. Я не знаю, много он, наверное, не заработает. И посмотреть, как оно вообще в Америке. Может быть, его там на месте, пока он тут будет. Если он в правильную среду попадет, вот таких же, вот, то они ему там быстро расскажут, как люди легализуются, как они там, все остальное. Но это труд большой, и это, как сказать, состояние духа должно быть определенное, чтобы вот такими вещами заниматься и таким путем ходить или что-то. Вот, так что, резюмируя, чтобы долго не, это самое, не мусолить эту тему, значит, я бы на его месте сильно обеспокоился, вот, тем, нужно ли ему вообще куда-то эмигрировать. И если у него есть вот такие проблемы, я бы начал с того, чтобы родителей попросил эти проблемы помочь порешать. Пусть они походят, поговорят, может быть, им в инкомате что-нибудь такое скажут. Вот, может быть, они скажут, зачем тебе в армии служить? Я, честно, я не знаю. То есть, иногда бывает, что нет ответа на вопрос, зачем? Вот, когда у человека мечта, ты не можешь сказать, а зачем тебе эта мечта? Потому что мечта. Если бы он сказал, я хотел бы пойти в армию, чтобы там из меня сделали человека, то, понятно, у него цель такая, чтобы из него сделали человека. А если у него просто мечта служить в армии, так, а что что-то? Ему незачем, просто мечта. Если это мечта, тогда я вообще не знаю, что делать. Да. Кстати, если он приедет в Соединенные Штаты в таком возрасте, он тоже будет призывного возраста. И здесь, может быть, вот так призыва такого нет, вот как где-то, может быть, есть. Но тоже он будет состоять на военном учете. И при каких-то обстоятельствах может оказаться, что он окажется в армии Соединенных Штатов. Вот, которая далеко не самый большой друг той армии, в которую он хочет служить, куда его сегодня не пускают. Так что, вот, я бы тоже об этом подумал. В общем, мне кажется, это такое эмоциональное, больше эмоциональное, чем здраворассудительное такое. Все, ребят, счастливо. Спасибо.